Сегодня на проект вернулась бывшая участница Клава Безверхова, которая теперь строит любовь с Игорем Григорьевым. Ты сегодня заходишь на поляну в новом статусе. Твоей девушке. Однако Клава приехала одна, без маленького сына. Его не отпустила на проект бабушка. Бабушка и прабабушка запрещают собственного ребенка куда-то брать. Игорь, как мне кажется, мог бы себя поставить так, чтобы твоя семья, наоборот, хотела. Он вчера звонил маме и просил, чтобы мама дала ребенка нам на завтрак. Саша Черно и Дмитрий Мещеряков продолжают ссориться и быть в поле зрения друг друга. Дима пытался сделать пародию на образ бывшего мужа Саши Иосифа Аганисяна и добился ее реакции. Ну а Леша Безус сегодня полностью изменил внешность своей новой девушки Татьяны Овсянниковой. И из серой мышки она превратилась в яркую голливудскую диву. Возможно, Алексей все готов сделать, чтобы забыть бывшую Лизу, которая считает себя иконой стиля на Доме-2. Для меня магия девушки в том, чтобы с ней можно было поваляться на пляже, в спортзале позаниматься, в ресторане потусоваться. А получилось ли мне сделать преображение Татьяны и вытащить из спортивного костюма, разберемся с Олей Орловой. Итак, сегодня действительно Алексей проявил какую-то невероятную щедрость, скупил пол торгового центра одежды для Татьяны и вызвал стилиста. Леша, что? Таня не умеет одеваться, у нее плохой вкус или ты хотел все сделать сам? Нет, у нее вкус, я думаю, что все-таки хороший, но я хотел проверить свой вкус. Я правильно понимаю, что она сейчас полностью одета от тебя и в сапогах, и в куртке, и там все, что есть? Абсолютно верно, кроме нижнего белья. Всегда говорю, вот мужики, критикуете, как женщина одевается или как стиль ее, купите все, что вам нравится. Согласен. Вот, Танюш, провифилируй нам. Давайте поаплодируем. Вау, ничего себе, она еще и сладкая. Все, давай, дефилируем, пойдем. Милана фэшн виг. Браво! Сорян, да, иди сама, сама, сама. Останься. Так, сама, сама, еще кружок, еще кружок, давай. Да, правильно, надо. Да! Переверка, да, что творит. Молодец, Танюш, ну все, присаживайся на место, очень красиво. Танюш, ты-то сама рада вниманию? Да, я очень рада. Мне очень приятно. Он действительно подметил, потому что в моем гардеробе много спортивок, футболок. Мне очень понравилось все, что он купил. Я очень рада. Ты прям роковая красотка. Ты только теперь с Безусом не ходи рядом, он тебе не подходит. Да ты что такое? Он проигрывает на твоем фоне. Ну что, Таня, как ты себя сама ощущаешь? Ну, не очень комфортно, потому что я не привыкла. Да, да. А ты вообще никогда не ходила в юбках, в вечернем? Ну, очень редко. Очень редко. Да. А красные губы когда-нибудь носила? Нет. Никогда. И мейка никогда не было? Нет. Никогда. Ну, слушай, с почином тебя. Кристина тоже помогала тебя собирать. Да. Действительно, у нее очень красивая внешность, натуральная внешность. Она вот не красится вообще. И могу сказать, что Леша фортанула. Просто единственное, то, что я боюсь, как показывает практика, он всегда делает полный апгрейд своим женщинам, а вот потом они его кидают. И не хотелось бы, чтобы повторялась история из раза в раз. То есть сейчас он ей сделает чуть-чуть губки, ну, пухлые, чтобы были там. Может быть, через год грудь она станет такой роковой, красивой, и потом бортанет нашему Лешку. Нет. Не хотелось бы. Бортуй, пожалуйста. Леша, тебя все, кто с грудью бортуют? Да. Да, серьезно. Уже и без груди бортуют, кстати. Уже и без груди. Стареешь, Леха, стареешь. Да. Мы все за вас очень рады. Но Лиза говорит, что серую мышь нельзя... Как ты говоришь, Лиз? Да не так я сказала. Начинаем. Серой мышь нельзя быть счастливой? Ну, нет. Ты сказала, что ты королева. А, ну, это да. Это да. А она мышь. Ну, не оскорбляла я. Не оскорбляла? Нет. Да, конечно, я такая эффектная. Рядом тут хожу. Ну, понятно, он смотрит, думает, е-мое, я теперь серой мышкой. А королеву-то упустил. Как так-то? Да, понятно, он лохом себя чувствует. Ну, так, чисто объективно. Минуточку я записываю. Лохом себя чувствует. Ну, ну, чувствует. Ну, лохом чувствует. Ну, без оскорбления, ну, вот так вот. Ну, без оскорбления, ну, лох. Я вот хочу быть лучше во всем. Best of the best, не зря. Смотри, ты икона стиля. Да. А ты в ней видишь вот это? Нет. Нет? Абсолютно. Я только за за преображение. Я как раз хотела сказать о том, что, типа, вот, женственный стиль – это самое лучшее, что может быть. И, то есть, нужно быть более женственной, нужно больше следить за своим внешним видом. И как раз, когда вот она преобразилась, вообще другой вариант. Вообще супер выглядишь. Огонь. Как сейчас бы назвала? Сейчас красотка. И ей идет. Ну, осадочка остался все равно, конечно. Так, хорошо. А что, Бизус, не веришь, да, в искренности слов Лизы? Странно. Вот прям, правда, странно. Мы, на самом деле, еще не так помирились, вот, в последнее время так общались. Я подумала. А она про тебя в клоуне сказала, только про Таню? За что? Скажи, Лиз. Да я не... Честно. Ну, что ты бы такого сделал? Вы же вообще все семьи. Нет, подожди. А любовь девичья не проходит. Как бы, по факту, мне не нравятся спортивные наряды. Я сказала о том, что для меня это, ну, серость, да, вот эта вот спортивность. А, серость, серость. Да, да. Вот это, да, этот стиль отстой. Вот то, что я сейчас вижу, супер одобряю. Вот это я люблю. Это вот мое мнение. Тань, скажи, пожалуйста, а ты теперь будешь ходить в платьях, или вот это ты сейчас снимешь, повесишь в шкаф, и мы больше тебя в этом не увидим? Нет, я постараюсь ходить в платьях, в люпках. Да. Хорошо, ну, отлично, идем дальше. Преображение сегодня было не только у Тани. Сегодня преображение было еще и у Димы Мещерякова. Он увидел в соцсетях, что у бывшего мужа Саши Черно новый тренд. Он теперь ходит с длинными усами и в очках. Дима решил, что для того, чтобы стать поближе к Саше, надо сменить имидж. Сегодня Дима отпустил усы и ходил в очках. Да. И Саша, надо сказать, подобрела. Потому что усики – это что? Пропуск в трусики. Я знаю, настроил нужную волну просто-напросто. Сань, ты знал об этом? Нет. Хорошо, если твоей женщине это нравится, зачем было сбривать усы? Олечка, дорогая моя, это не моя женщина. Я устал от этих скрещиваний, как от крестовых походов. Давайте уже закончим. Слушай, ну у вас сегодня был опять такой флирт на кухне? Не хочу флиртов никаких на кухне. Хочу вот с Элиной, наверное, уже строить отношения. Надоело уже все это. Реально по кругу, беготня. Илинка боится пока, потому что Саша – это ее подруга. Но мы уже работаем. Да любая испугается. Поэтому уже хочется отношений настоящих. Саша, тебе нравится вся вот эта история? Смотри, какой момент. У меня мнение за эту неделю ни разу не изменилось. Как Дима, собственно, как бы остался в прошлом, так он там и находится. То есть я по эмоциям стала уже значительно… Подожди, Сань, он у тебя голый вчера лежал в постели, а ты его депилировала. Блин, вот как сказать? Ну на нем даже трусов не было фактически. Нет, на нем были трусы, мы снимали ролики. Вот эти ниточки ты называешь трусами? Если говорить серьезно, я очень хотела бы, чтобы к Диме пришла та самая женщина, с которой бы он построил отношения. Чтобы мы уже обсуждали Диму в формате другой женщины. Ты думаешь, такое возможно? Я очень надеюсь, и мне хотелось бы, чтобы у меня тоже была своя здесь история. Чтобы я после развода вновь смогла здесь построить настоящие, искренние, крепкие отношения и второй раз выйти замуж. Хорошо, ну а зачем тогда вам столько тактильности друг от друга? Да нет уже тактильности, Ольга. У нас летний вчера что это было? Вчера был просто челлендж такой прикол. Челлендж, вот у вас каждый раз это как-то называется. Смотри, я сейчас разберяю еще. Позавчера еще что-то. Олечка, не было никакой тактильности, был определенный челлендж, я поддерживал подругу после развода. Все. Как бы нам эту историю-то прекратить? Дайте мне телок просто. Да, все просто. Малышек. Пожалуйста, как можно больше и не спрашивайте меня. Одну хотя бы, хотя бы одну. А как ты на это реагируешь, Саша, а как тебе вот это? Можно обсуждать? Давайте у нас наконец-то Дмитрий Мечеряков станет участником на нашем телепроекте. Будет, не знаю, тут заниматься своей жизнью, никаким образом не... Саша, у тебя мания величия, клянусь. И смею тебе напомнить, что в истории ровно недельной давности, как только ты сказала уже приведите ему другую женщину, он пошел лапать Ильину. Не лапал, что ли? И у тебя была истерика. И я вам тоже напомню, что история недельной давности была достаточно горячая. Я очень бурно реагировала, потому что это все произошло вот там буквально в пары-тройки дней, да. Но, соответственно, после всех этих историй... А что поменялось, Сань? Ну, я посмотрела на человека другими глазами. Я говорила о том, что у меня вот в одну секунду может меня переключить. Я очень рада, что так произошло. У тебя новые глаза? У меня не то, чтобы новые глаза. У меня просто нет розовых очков, и я вижу ситуацию, такое, как у меня есть. Лучший друг, Игорь, что скажешь? У Димы, какой бы он ни был смешной и для всех шутом, так на это назовем, у него на самом деле очень ранимая душа, которая уже устала вот это шутки шутить, и он в маске вот этого шута постоянно, да, находится, шутит, отшучивается, а внутри вот мы в комнате сегодня разговаривали, не знаю, там, слышал нас то или нет, он говорит, да я уже, говорит, не могу, я, говорит, не знаю, как нам разграничиться реально, я хочу, говорит, новые отношения, я, говорит, хочу здесь какую-то новую историю начать, но не получается. Она не дает покоя. И не получается, потому что, вот я сейчас слышу, там, Саша говорит, Дима, и вот реально все по кругу, постоянно, постоянно. Вот я уже не знаю, со мной ребята согласятся, к сожалению, но не относим серьезно к словам. Вот вы сейчас там расставили какие-то границы, тут же там у вас членинджи, там еще что-то. Это все круто, классно, но расценивается это по-другому. Нужно как-то разойтись, как в море кораблей, и действительно начинать писать новые истории. Каждому из вас будет проще и лучше. 100%. Так они еще реально с девчонками сидят, что Кристина, Элина, а он не такой, там еще какой-то прямой, косой. А с чего вы так взяли, что я не такой, не пойму? Еще тогда издеваются над ним, что он какой-то красивый. Я не понимаю, почему девчонки меня болят? Он что, врет какую-то фигню. Как его задолбал вот эта тема Сажа. Я напомню, что вчера он. У пацанов тоже есть душа заборная. У меня тоже есть чувства. Мы достали меня то, что. Они просто его втроем уничтожают, что он какой-то не такой, кривой, косой. Причем тут не такой, он вчера... Стоп, подождите. Кто вчера поднял тему о том, что мы якобы спали? Он подрискресил. Он извинился, аж на коленях, на языке, что я неправильно пошутил. Дело не в этом, никто не знает, спали вы или не спали. Они спали, Оль, ничего не было. Дело в том, что ты, Дима, говоришь о том, что вот я хочу разграничить. Я с тобой разграничила больше недели назад. Но ты вчера зачем-то садишься на лобное и опять начинаешь. Я не хочу больше, чтобы меня обсуждали в контексте с Сашей. Я хочу новые отношения. Дайте мне девушку. А вот эти челленджи, они продолжатся? Как правильно сказал Игорь Членин? Нет, челленджи не будет никаких, реально. Я не хочу быть связанным в контексте с Сашей. Дайте мне малышек просто. Я уже смотрю, одна подруга, ну, Крис, с кем можно потенциально строить, вторая подруга Саши. Все, не с кем строить. Дайте малышек мне. Так бери обеих, строй. Не, ну они уже все, они боятся Сашу, понимаешь? Никто не боится. Тигран, что делать? Слушайте, пацаны, вот Игорь говорит, Безус, мол, типа загнобили пацана. Никто не загнобил. Дима, я сегодня говорил, что он сам виноват в том, что, не знаю, на данный момент приплетают Сашу. Потому что вчера он обмолвился, что они спали. Позавчера он заходит в труселях. Вот он говорит, Саша мне друг. Я, например, бы Саше, ну, ради ролика, такие бы сюжеты не делал. То есть у меня Саша там вот чисто дружеский, я не позволяю в трусах заходить, еще что-то. Если ты говоришь, закрываем тему, ты сам должен... Я закрываю тему. Ну, когда ты вчера шутишь вот так вот грязно и пошло, да, неуважительно к Саше, конечно, будут тебя приписывать Сашу. Дим, тогда смотри от меня последний вопрос. Ты собирался завтра поехать на свидание с Элиной? На свидание? Нет, мы поедем песню записывать. Мы же понимаем, что песня это предлог. Да. Вселенный завтрак и выезд, или нет? Едем, едем, сто процентов. У нас с Элиной мощный тандем, и скоро вы все это услышите. Ну что ж, будем ждать ваш мощный тандем. Доживемте до завтра Элину в вашей паре, посмотрим. Мы идем дальше. Элина сегодня ездила на свидание с Богданом. И там у них произошел спор, Богдан проиграл. А спорили на желание? Да. Элина сказала, сейчас не озвучу, а озвучу на лобном. Барабанная дробь. Элина долго думала. Сейчас, подождите. Я считаю, что если он хочет присматриваться к Элине, ты можешь присматриваться. Но я внимания тоже хочу. Поэтому завтра целый день хочу, чтобы ты мне и готовил, и свидание делал. И все, чтобы я чувствовала себя потрясающей девушкой. Просто понимаю, что я самая лучшая на свете. Давайте немножко усилим это. И не подходил к сопернице. Ни разу. Ну, я сказал, сделаю. Элин, он тебе интересен? Или он тебе интересен только в контексте, чтобы щелкнуть по носу соперницу? Ну, поначалу, правда, общались интересно. Но мне очень важно, как дальше себя человек проявляет. Пока что никаких проявлений я, правда, не вижу. Он не общается, не разговаривает. Может, он дробеет? Не надо передо мной так. Ух. Надо со мной по-другому. Ну, мы надеемся, что завтрашний день будет очень интересным. И все-таки. Вот скажи мне, как ты чувствуешь? Она с тобой играется? Или ты чувствуешь, что у нее есть к тебе интерес? Я сегодня обронил такое слово двуличное. Я сейчас сижу, немножко переосмысливал. Я, наверное, хотелось имел в виду то, что у человека разные маски. Все хуже. Вилли Миллиган в женском облике. В первый день, то, что было в первый день, допустим, да, и то, что там вчера, там и сегодня, да. И почему вчера я немножко так притормозил. Я просто хотел посмотреть, проанализировать, в принципе, вообще, что за человек. И, наверное, из-за этого где-то не проявлялся. То есть ты считаешь, что она тобой не интересуется, на самом деле, просто как бы играет в эту историю? Ну, я думаю, да. А что думает коллектив? Безус? Да я что думаю. Я вообще хотел попросить Бодю, как-то вот Элину Рахину все-таки, ну, чуть-чуть побережнее к ней относиться. Потому что она, на самом деле, к нему очень тепло относится и с уважением. И, на самом деле, все в руках Боди. Но я как погляжу, что он все-таки выбрал такую стратегию. Он будет, внимание, одну уделять второй, пока не найдет ту, которая будет за ним ползать на брюхе. Не, это тоже стратегия, тоже надо как бы пробовать. Но она не со всеми работает. Вот с Рахимой не будет работать. С малышкой Элис работает. Но вот здесь теперь вопрос. Какая-то конфетка вот все чуть-чуть подонаткусили, а вот конфетка вот и вот Рахимова еще вот... А эту конфетку уже давно никто даже не разворачивает. Она вот где-то раз затиралась в полке. В магазине. Когда пришел Богдан, в принципе, типаж, да, как вот, ну, более-менее, Элинка любит. А Элинка, она у нас уже, так сказать, топчик. И она уже здесь какой-то вес имеет. И она всегда говорила о том, что ей нужен парень, который вот будет, ну, не лидером, но тоже вес такой. Пришел, увидел, победил. Давайте подведем черту. Богдан проиграл Элини желание. Поэтому завтра весь день он ей готовит, ухаживает, уделяет внимание и не подходит к сопернице. К чему это приведет, увидим завтра. Ну, а в ночном эфире все самое интересное. Не переключайтесь. Это телепроект Дом-2. Ну, типа, я говорю, я к тебе нормально отношусь. Я же не говорю, что мы там будем враждовать, да. Ну, мне этого не надо. Но я реально хочу, клянусь, ну, ребят, я после брака, конечно, мне хочется хороших, серьезных отношений. Чтобы у меня был серьезный мужчина, там, рядом со мной. Ну, а пока я вот эти вот буду движения делать, какой у меня серьезный мужчина посмотрит. А он так тебе и не дал ответа. Какого? Ну, ты спрашивала сегодня за столом, почему у тебя ко мне такой негатив, он четкого ответа не дал. Может быть, сесть поговорить? Нет, пожалуйста, только сегодня. Я же сказал, он когда вот начинает орать, я хочу отношений, я хочу отношений. Он думает, что вот Саша как-то против. Да, да. Будто бы вот она здесь присутствует, наблюдает за ним. Братишка, а что же, зачем ты позволяешь? Если ты говоришь, что тебя заклевали, зачем ты позволяешь, чтобы тебя клевали? Я стараюсь, но я не позволяю. Не, насчет Сашки я же говорю, ну, сам виноват в этом. В смысле? В чем я виноват? Потому что он заходит, он позволяет. Сашка, которая, она понимает, он ей нравится, он едет, шутки, еще что-то. Ну, если он понимает, что у девчонки есть симпатия, зачем он шутит? Зачем он ведет себя так? Ты знаешь, я никогда так не жила понедельника, как прихода женщин, как на этой неделе. А что, ты рассчитываешь на то, что будет нормальный приход женщин? Я клянусь, я безумно рассчитываю на то, что будет любой приход женщин, потому что у нас кое-кто всеядный. Вот, поэтому я так надеюсь... Слушай, интересно. Поэтому я так надеюсь на то, что, слушай, там переключится и не будут... То есть все-таки расчет на всеядность? Да. Я попросил телефон, ты сразу, нет, 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 нет. Что ты скрываешь от меня там, ну, не знаю. Я пойду чай попью. Я почему-то от тебя ничего не скрываю. Вплоть до того, что ты практически мой пароль телефона знаешь. Ты тоже мой знаешь. Но я не люблю давать свой телефон просто вот так вот тепло. Я не знаю от твоего пароль телефона. Ты его видел? Ногтями? У меня, я, конечно, военный, но у меня... Ну, я не пытался его запомнить, по крайней мере. А зачем? Я ничего такого. Я хотел просто в соцсетях там рьюсы полистать. У меня всегда такая реакция на мой телефон. Я его никому не даю. Да мне уже это надоело. Вот я так и знала, я так и знала, что вот так все и будет. Я так и знала. Я вот такая, блин. То, что я берегу свои вещи, то, что я не даю в руки свой телефон, я просто не привыкла к контролю. У меня всегда была свобода. И это не значит, что ко мне можно потерять доверие. Я буду строить отношения и... Почему у тебя сегодня такая злость на нее? Объясни. У меня нет никакой злости вообще ни на кого. Ну, мы видим, как я... Ну, если честно, я тоже вижу эту злость. Ну, потому что она меня скорбляет, называют клоуном. Слушай, ты бы не сам себя клоуном называешь. Я плевать. Ну, так ты слился еще до этого. Были слова хуже, но ты не злился, да? Ну, я говорю, просто не надо меня клоуном обсуждать. Просто вы привыкли, что вот он такой вечно на хихихах. Ребят, я привыкла, да? Я уж, наверное, не знаю, как вы выразились в его тонкую душевную организацию. Шият, наверное, как никто другой его знает. Надо меня знать. Все, я хочу, чтобы вы астрагировали. Можно просто не общаться нам, Саша? Я хочу нормальных отношений, реально. Так она готова тебе дать нормальные отношения. Я попрошу помощи. Я попрошу. Стоп, подожди. Так я с тобой так не общалась. Все, все. Я с тобой так не общалась. Я с тобой так не общалась. Продолжать этот глупый и бесполезный диалог. А, скажи мне... Не, не надо. Я сам найду себе девушку. Спасибо за... Мне ваших... Сэм, это ты. Не нужда. Короче, честно, я не хотела идти. Это все. Дело не в этом. Дело в том, что я как раз-таки, как никто другой. Мне кажется, что женщины, когда такого не было. У меня сейчас разговоры больше дела. Малышки, пожалуйста. Давайте займемся, реально, своими отношениями уже. И не будем мы пустую болтовню, какую-то шляпу обсуждать. То, что я там... Даже сейчас ты злишься. Она готова тебе помочь, а ты злишься. Я хочу девушку, поэтому я зальюсь. Я не знаю, как правильно выстроить с демой коммуникацию. Чтобы Дима не воспринимал это как флирт. Не воспринимал это как какие-то другие истории. Дима уже начинает срываться. Мне это очень сильно не нравится. Я жду мужчину. К этому телефону прикопаться. Че вообще за фигня? Ну, не дала я телефон в свои руки. Че? Я не привыкла, что мой телефон кто-то хочет брать еще и что-то проверять. Не проверять. Че вообще? Должны же быть личные границы какие-то. Я не знаю. Сам говорит постоянно за диалоги, а сам не разговаривает. Уходит просто каждый раз. Че случилось, Санчес? Че, глаза вижу, че-то ты... Да надоел. Че, че? Че такое? Да че за бред? Я просто не знаю. Сейчас даже... Ну, сегодня она целый день без настроения. Целый день мозги делает. Ну, ладно, ладно, это перетерпим. Может быть, там, гормональные вот это вот все сбои. Но когда на лобной сидели, я говорю, а я телефон свой не взял. Я говорю, дай телефон, я не знаю, просто там... А, я телефон ее прям беру, разблокирую. Дай телефон просто положу в соцсетях. И она... И она такая... А, че, дайте... В чем твоя ценность? Как женщина я вообще отличная. Что в постели, что этот... Дом, жид, быт. Может быть, твое распыление? Я хочу от него действия какое-то. Проблема в том, что я его ждала, а он ее просто вот так размазал. Понимаешь, я... Каждое действие, когда я что-то делаю для мужчины, я очень много энергии вкладываю в это. Ну, мне кажется, в меня ты много не вкладывала. И в этом есть, вот, честно скажу, для меня вот в этом сила Татьяны. Она была определена своим выбором, вектором, несмотря на то, что ей было неприятно смотреть. И она дожала эту черту и особенность. Надо взять на вооружение. Сейчас мне кажется такой момент, когда Боктан просто понимает, что со мной уже провал, ничего не выходит. А делать-то что-то надо. А Элинка на все готовая. Здесь, я думаю, он не промахнется. Но посмотрим завтрашний день, как я его, конечно же, постараюсь запрячь, чтобы у него даже времени не было на другую Элиночку. Ой, ну что, Элинка, как ты? Плохо. Почему? Да потому что. Я говорю, из меня делают какую-то девку, которая бегает за мужиками. Реагируешь сейчас, вот опять. Вот понимаешь, о чем мы с тобой разговаривали? Раз они хотят играть, я тоже одену завтра маску вот этого человека, который около нее побегает. И это будет последнее, что от меня в ее сторону она увидит там или что-то еще. Она, видишь, еще и специально это сделала, загадала такое желание, чтобы завтра я вообще внимания от тебя не получила. Понимаешь, не забывай, сегодня еще есть вечер. Так и не пляши, не надевай маску радостного мальчика, понимаешь? Типа такой грустный, такой, на, на, ну, ну, поешь. Поешь, подавись. Ну, без подавись тут не хочется, чтобы кто-то у нас уехал в больницу. Я специально это делаю, чтобы я завтра вообще не получила никакого внимания. Я сегодня тухло провела день и завтра. Братан, давай так, когда баба, ну, девушка не дает телефон, значит, есть человек, и вот ее утренние выезды на якобы съемки, я бы присмотрелся к тому. Когда телка, ну, женщина не дает телефон, это уже признак того, что она может тебе изменять потенциально. Она что-то скрывает. Вот это че, именно поэтому я против вот этих кругов быстрых. По поводу измен, вряд ли, но что-то с кем-то может быть переписывается, в принципе, разумно. Сначала переписывается, а потом перепихивается, это всегда так, братан, ну, честно, без обидов. Ну, ладно, тоже не нагоняй, успокойся, я считаю, что тебе нужно с ним просто поговорить, сейчас твой выдох. А я сейчас разговариваю только что. Ну, ты, то есть, твой телефон можешь спокойно едать, правильно? Вообще, я пароль ей сказал телефон, мне скрывать вообще нечего, на самом деле. Окей, окей. Не, на самом деле, я с Саней понимаю, у нее триггер с прошлых отношений, когда ему девушка изменила. Изменила она, да, и как бы у меня есть такой триггер с прошлых отношений. Слушай, Саня, я вижу, ты напряжен, давай это успокойся. Домай, выдохни, выдохни, все, наверное, четко. Поговорите, поговори и, пожалуйста, скажи то, что... Да сейчас мне надо успокоиться. Она будет тебя тереть, слышишь, что за личное пространство, то, что это мое, его не существует в отношениях. Саня, конечно, не существует, что это за бред. Я ни разу не сказала ему ничего плохого. То, что, блин, там на эмоциях говорила о том, что там, выйди. Это я имела в виду, чтобы он просто вышел, чтобы мы не продолжали дальше эту фигню. Чтобы он, как обычно, вышел подышать. Что я опять не так сделала? Что? Почему моя жизнь еще не так? Да, я самая плохая. Я ужасная. Я самый худший человек в мире. Когда девушка влюблена, она хочет этого внимания, она хочет быть с парнем 24 на 7. Это 100%. Тут уже к Лизе какие-то вопросы. Поэтому давай иди долби, скажи мне, давай телефон. Не-не-не, подожди, ты сейчас это, под выдохни? Под выдохни, да. Потом шерно, что скрывать, чтобы не наговорил. А ты думаешь, что она почистила все уже? Возможно. Главное, можно додумывать. Типа, знаешь, вот так вот, я все почистил, на смотри, потом, ой, ты мне что, не доверяешь? Ты все, не разгоняй меня, не все, ты гонишь, что ли? Не, все точки зрения выскажем. Я сейчас начну тоже дальше додумывать. Не, не надо разгонять. Слушай, не надо додумать, сходись, сходи с ней поговори просто и все. А что думаешь? Я тебе так скажу. С Лешей серьезно посмотреть диалог? А? С Лешей посмотреть диалог, как думаешь? Блин, ну... Ну хотя бы не телефон просто посмотреть. С моей, есть недоверие в этом плане, реально, что у тебя это, ну, типа, вот в голове, он, типа, сидит, что они могут как-то между другом общаться? Есть. Да? Ну все. Последние дни есть. Смотри, доверие, я считаю, нужно со временем заслужить. Тем более, у тебя такой опыт был, да, где девушка так себя повела. Я считаю, что здесь нужно доверяй, но проверяй. Доверять мне можно полностью, абсолютно, потому что я всегда уважаю свой выбор, и я никогда его не предам. Но я имею свои личные границы, это особенности моей личности, характера, и я считаю, что я имею полное право распоряжаться своими вещами так, как я посчитаю нужным. Слушай, Лёх, а Лиза тебе давала свой телефон? Пойдем поговорим, просто вдвоем. Мы с тобой? Да, мы с тобой. Пойдем в женскую, там никого уже нет. Почти. Слушай, вот вы с Лизкой в отношениях были. А она доверяла тебе свой телефон? Ну, да. Ну, просто там, не знаю, просто там. Вообще всегда... Лазить как-то что-то. Нет, тебе скажу, что всегда у меня как телефон был спокойно, в доступе у нее как-то все прям на лайте. А вот что? Да, просто сейчас налобная ситуация была. Что-то как-то я решил взять телефон, ну, и прям вот в шутку вот так вот разблокировал телефон, ну, я думаю, не знаю, в соцсетях там положу, ну, Рилсы посмотрю. Да, да, да. А тут же, ай, забил, начала забирать. Слушай, ну, знаешь, чем мне кажется? Может быть, она просто решила, она не будет там, ну, возможно, спускать в свою личную пространство, что она... То, что у тебя история была, как тебе бывшая изменяла, это вообще жесть. Я бы после этого... Я бы в паранойи был бы еще очень долго, потому что... Сама вот затригерила, реально, ну, что это за бред? Нет, ну, это явно потому, что она не хочет, чтобы ты чего-то прочел. Может быть, это не с тобой связано, но чего-то она не хочет, чтобы ты читал. Но я с ней не переписываюсь. Леша, под названием ошибка, главная ошибка в моей жизни. Всегда готов ставить свои 3-5 копеек касаемо меня. Ничего я ему не давала. Не давала я ему телефон. Телефон, он не имел никакого доступа, и я уверена, Леша просто добавляет огней, чтобы... Ой, вот тут вот можно расшатать отношения, вот тут вот можно влезть, так подковырнуть. Я сделаю это мой выход, я давно ждал. Ну, в целом, к сожалению, это говорит, что доверие ее, конечно, такое пока еще очень странно. Я думаю, знаешь, по душам тебе надо поговорить. Меня аж потрясивает немного. Нет, ты постарайся, можешь по душам поговорить, понять, почему такое-то... Меня аж немного потрясивает. Какови по душам, узнай, почему она так не доверяет еще тебе как-то спокойно. Да надо, надо. Что-то тревога. Фуууууу. Эль, бы ты доверял бы своему молодому человеку свой телефон? Свой телефон? Да, 100%. Да не просто будет твой молодой человек, знаешь, прочитал все диалоги и тому подобное. Просто он будет, знаешь, пароль, да. Ну, в соцсети посмотреть, ревицы полистать. Нет, мой телефон – это моничное пространство. Просто, просто, пока твой молодой человек просто поставил тебе фон на заряд. А я считаю, что мужчина должен и девушка, не то, что должен, они не должны ничего сказать, или жители. Но здесь сам момент, кто это будет проверять. Например, если мужчина доверяет мне, я не буду 24 часа сидеть и смотреть переписки, каждую открывать. Мне это не нужно. Но мне хотя бы просто, чтобы он мне сказал, я тебе доверяю, пожалуйста. И у меня даже соцсети уже не хватит лазить в этом телефоне. Знаешь, если выхватывать, это есть что скрывать. Если просто сказать, Саша, дай телефон, я как бы не люблю, что в моем телефоне лазят. Еще раз, что ты здесь, что она сделала? Это другой момент. Она выхватила у тебя телефон? Она просто забрала, выхватила его сразу обратно. Я бы не дала тоже. Вот все равно, кто это будет? Я даже мужу не дала свой телефон, хотя мой муж на пароль. Но не вважив туда никогда. Ну, типа, если ты доверяешься, Саня, еще раз говорю. Еще по-санам полка дела. Дело не то, что как человек поведется на это, когда ты ему даешь это. Больше Саню забирайте, чтобы больше времени с вами проводил. Леха, поехали. Слушай, мне знаешь, что кажется, что тебе надо... Надо послезавтра. Послезавтра поедет. Мне надо немножечко прижать к ногтю, чуть-чуть. Да, прижму, конечно. Нет, вы знаете, не только прижму. Или сама прижмется. Я так и знала, я так и знала. Я знала, что наш коллектив все свяжет. Я так и знала. Наши мужики, ох, им лишь бы Лизку обосрать. Она подошла вчера к Игорю и говорит, вы как-то его к себе больше завлечите, чтобы он больше времени как-то с вами проводил. А то его слишком много у меня. В тот момент, когда мы с ней видимся, ну, утром мы с ней не видимся. Мы с ней с трех часов дня до девяти вечера, до десяти. Ну, далее просто ночь, все. Клава сейчас правильно сказала. Она мне говорила про личное пространство, что она к нему привыкла. И типа сейчас, может быть, то, что резко, все, я не знаю. Второй момент. На лобном сидели. Телефон. Я просто в шутку разблокировал телефон, вьюс и думал посмотреть, потому что мы все очень долго, все там ждали. И она прям с суматохи выхватила этот телефон. Ну, давай, я проведу свой диалог. Хотя я не знаю. Плава, ты порой дать свой телефон? А? Ты бы смогла мне свой телефон дать? 53-98-53 на... Вот, вот, вот. Видишь, как я не про номер телефона. А, ты это? Она пароль сказала, телефон. Нет, у меня, на самом деле, нет сомнений. Она мне постоянно показывает, мне каждое утро, что они не показывают. Говорят, пароль и телефон, а ты даже залазить в него не хочешь. Да залазься. Вообще не хочешь даже залазить в него. Да если там, конечно, просто понимаешь, что там человек ничего не скрывает. Че, карик, да? Ну, вообще. Ты, собственно, знаешь, как я к тебе отношусь. То, что я тебе доверяю. То, что я тебя люблю. Но что ты скрываешь от меня? Собственно, когда я взял телефон и разблокировал, да, там, на лобном месте, ты же по факту могла сказать, не выхватывать его обратно, а по факту сказать, а, Саш, ну, как бы, ну, зачем, не надо. Я всегда так, я всегда такая реакция. Нет, я сейчас с Лешей разговаривал, у вас, как бы, телефоны открыты были друг к другу. Че? Да. Че? Он сказал то, что у вас телефоны, как бы, ну, вы не скрывали ничего. Спокойный доступ был. Он ни разу не брал мой телефон. А он сказал, брал. И пароль знал. Никогда такого не было, он не брал мой телефон. А где твой телефон сейчас? Там. А можешь показать последнюю переписку с Лешей? С удовольствием. Покажи, пожалуйста. Господи, ты в этом, ты, Сири? Не, не, мне просто интересно. Ну, окей, вообще без проблем. Ты начала вот эту вот войну сама сейчас. Это такой бред. Вот это реально бред. Вот это просто бред. Война не доверия, знаешь почему? Это просто бред. Вот это просто бред. Я его заблокировала тысячу лет назад, я с ним ни разу не... Ты знаешь, что меня это может триггерить? Я тебе до этого доверял. Хорошо, пожалуйста. Я доверял прям полностью. Пожалуйста. Мне даже неинтересно было, чего у тебя там в телефоне происходит. Меня уже это бесит просто. Ты серьезно подумал, что я с Лешей, господи? Я не подумал ничего. Подожди, а что я там писала? Да, да. Это было очень давно. Очень давно. Да. Ладно. Не суть в этом, а в том, что ты берешь и скрываешь что-то. Пожалуйста. Ты думал, что я с Лешей общаюсь. Я не думал, просто предположил. Ты подумал, что я с Лешей общаюсь. Я предположил. Серьезно. Вот это вот самая вышка. Да. Белый цвет я очень к лицу. Я хотел ярко-ярко, а оказывается белый прям. Самое... Самое прям... Самое прям... Прямо прям. Давай так поедем сегодня. Пошел, как сказали. Очень красиво. Определенно Таня раскрывается как бутон, когда начинает мерить новые образы. И в каждом образе она чувствует себя видно, что по-разному. Но вот что непривычно на самом деле, это все-таки для нее макияж оказался. Так, можешь делать? Вот так? Да. Очень четко. Тебе нравится такой стиль? Да, очень. Прямо очень. Крутошка. Насчет Леши у меня триггера вообще нет. Ага. Именно поэтому ты у него спрашиваешь, что у меня в телефоне. Я спрашиваю, не что у тебя в телефоне. А зачем ты приходишь к нему и спрашиваешь, нахрена спрашиваешь? Как у вас строились отношения? То есть, какой уровень доверия был? То, что вы открывали друг другу телефон? Не было такого! Он никогда... Да ему насрать было всегда. И мне тоже. Я ни разу не залазила в его телефон. Ни разу. И он в мой ни разу не залазил. Я же не просил тебя просто что-то как-то твои переписки посмотреть. Я просто попросил в соцсетях. И мне так же было наплевать, и ему было наплевать. У нас была свобода полностью. Никаких ограничений не было в плане каких-то там проверок чего-то, кого-то. А я твой телефон проверить пытался? Не знаю, мне это бесит. Леша, блин, серьезно. Ты думал, что я с Лешей общаюсь? Я про телефон проверить пытался. Ты думал, что я с Лешей общаюсь? Это так тупо. Думать все еще, что я как-то могу быть с ним связана. Это даже мерзко. Это просто мерзко даже об этом думать, что я как-то с ним пересекать. То, что Леша сказал мне как бы фиолетово, мне другое интересует. То, что я увижу. Потому что я уже словом не верю. Да ты в целом никому не веришь. И мне ты тоже не веришь. У тебя проблемы с доверием. Тебе верю. Лиза всегда мне доверяла. Она всегда благодарила. Говорила, Леша, ты мой учитель. Ты самый лучший. Потому что Лиза, кстати, вот в первое время была, мало чем отличалась от Татьяны. Интересная закономерность получается. Чем сильнее женщину мы любим, тем меньше она нам доверяет свой телефон. В любом случае, ты сейчас на проекте, на доме 2. Если она даже с кем-то переписывается, все это очень быстро всплывет. Я не из тех. А если ты действительно найдешь какую-то переписку, которая вот есть, что скрывать, то, что она скрыла, и она всплывет, что ты будешь делать? Что делать? Расстанется с ней нахрен, что делать? Ну, это будет некрасиво с ее стороны. И посчитаю то, что это как измена будет, да и все. Что мне в телефоне скрывать? Господи, нехрен мне в телефоне скрывать. У меня даже никаких переписок ни с кем нет. Вообще, это такой бред. Блин, никогда даже ни с кем. Да меня просто бесит даже доказывать кому-то что-то. Господи, да. Еще и вот это вот. Вот нахрена мне оно надо? Нахрена я? Вот нахрена? Ну, любой контакт, любой контакт, даже если это не половой контакт, просто, знаешь, флирт, просто такое общение, вплоть до того, что они там видятся. Ну, камон. Это уже измена в голове. Он попросил телефон, что-то, но он даже не попросил. Он, типа, взял его, а я, типа, его выхватила. Вот. Ну, ты знаешь, как я на телефоны реагирую, блин. Ну, типа, он подумал, что мне есть что скрывать. Он ушел, потом пришел и начал сразу говорить за Лешу. Типа, покажи переписку с Лешей. Я вообще не понимаю, при чем здесь Леша. У меня из-за этого, короче, из-за этого я начала очень жестко, я разозлилась. Он спросил у этого, господи, соседа, у Леши, спросил, типа, как было у нас в отношениях, типа, как телекану. Ну, хрена. Вот я не знаю, зачем он это делает, я не знаю, зачем он приписывает Лешу постоянно. Ну, что же приедет вообще? Я не знаю, я уже устала от этого. Как будто миллион вспышек камер, подиум. Ты звезда этого вечера. Итак, сегодня звезда и победитель шоу Мисс Мира Таняна Овсяникова. Итак, мы продолжаем наше дефиле, дорогие друзья. Извините, что перебиваем все, что вы говорите. Но это последний крайний лук на сегодня. Вы только смотрите. О, просто. Красотка, ботинки приспустили и все делали. Красотка, вообще, безус. Нет, сейчас. Ну, ты реально чокнутый профессор, как у тебя это удается? Два разных человека. Что за параллельные костюмки вот этот вот, да? Срочно преобразить. Нет. Теперь мне надо соответствовать. В общем, сегодня мы едем в рейсик. Желающий, кто хочет с нами, пожалуйста, присоединяйтесь. Здесь, на райончике. Я говно, потому что я говно. Вот и все. Я говно. Я тебе перезвоню. Подожди. Давай я поговорю. Что? Здравствуйте. А что вам Лиза сказала? Свою, наверное, правду, да? Какую-то. Какую правду? Не знаю. А что случилось? Просто вот телефон попросил. Она у меня его выхватила просто. Я ее телефон никогда не брала, потому что у меня... И даже столкну от кого-то сонатяешь, никогда не брала. Это ее личное пространство. Лев такой добрый, да? Йосиф Асс. По-моему, мы. А он не разорвет его, Лев? Он может разорвать. Давай разнимем их. Сэм, забери его. Забери его. Лев! Да все уже. Лев, ты что, офигел, что ли? Страшный. Что-то разбушевался, ну. Давай его сейчас заберем к Саше. Давай. А то порвет кота, да, не дай бог? Ну, вероятность такова, что кот может. А ему лишь бы к Саше зайти. Что ты делаешь? Ну иди, занеси Саше его, пожалуйста. Не, давай. Опять до притягивания. Нет. Никакого притягивания. Лев! Оттащи его, Элин. А что ты, ну занеси его. Лев, иди сюда. Там сейчас выпрыгнут еще коты. Огурец дам. Лев, на. Лев, на. На, 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 на. На, Лев, иди сюда. Ага, так он, блин, прям повелся. Огурец говорит. Дурной, что ли, Лев? Нашел соперника себе. Ты пришел ко мне с претензией с перепиской с Лешей после этого. Меня накрутили. Ну, накрутили ты должен выдерживать эту, я тебе уже объяснила же, будут вас накручивать и всякое разно будут накручивать. Ты должен стоять четко на свое умение и стержень, у тебя должен быть четкий. После вот этого действия, после вот этого действия, какое-то вот, у мужчин вот просыпается желание, знаете, сразу же чувство, будто бы что-то скрывает от него. Я до этого вообще ни разу у нее телефон не просил. О, сейчас-таки у нее, ее телефон у меня в руках. Я тебе объяснила, что она даже мне телефон не дает в руки, я, мама. А то, что, а то, что она говорит, меня слишком много в ее жизни. Не слушай ты чужих мнений, там всегда что-нибудь плетут. Еще при чем-то. Так я-то, а что, я должен слушать всех. Не полагается раздувать. Прислушиваться к немногим, решай все равно сам. А мозги делать из-за того, что тебе накрутили и сказали? Я хочу вам все-таки пожелать, чтобы вы уютного вечера вам, чтобы вы провели все-таки. Мне кажется, я порой ее хочу убить. Ты же за мир помни свои слова. За мир, дружба, жвачку. Это образно, я ее хочу убить. Ладно, все нормально. Созвонимся, давайте, пока. Моментами я хочу тебя убить. Из хорошего, что он сделал, это он хорошо расстался в последнем месяце. Выше хуже все. Мы оставляем в старом году, и мы вот Елена Ахимова забираем себе. Ха, Сашка, плевать, я хотела, значит, поехала и все. Не так много времени для того, чтобы это все пережить. Время оно лечит, а хулиганка лечит. Я нажимаю стоп, все забудь обо мне. Шейхи, миллионы, миллиарды Дубаи ждут нас. Да, я люблю богатство. Да, я хочу красивой, роскошной жизни. Руку целуй. Так надо, руку целуй. Ты тупой хайпажор для меня, это пар. У меня есть квартира. Не искренний человек. У меня все есть, а у тебя не искренний человек. Я недоразвитый, я хайпажор. Сегодня одна маска, завтра другая маска. Ноль. То и ноль. У вас было волшебство сегодня с Сашей. Какое? Ничего не было. Я прихожу сюда, и ты сидишь с Лешей вдвоем. А при чем тут Леша-то вообще? Вонять не могу. Или у тебя реально кто-то за проектом есть? Ты что, угораешь что ли? Ну невозможно так. Ну просто это что за жизнь такая?